В густонаселенном микрорайоне Боровки-Барановичи 1 сентября двери распахнула новая средняя школа номер 1. В Барановичском городском доме культуры новый руководитель. Военную присягу приняли военнослужащие территориальных войск Барановичского района. На полигоне Вооруженных сил Российской Федерации «Ашулук» завершились оперативно-тактические учения с зенитными ракетными войсками с боевой стрельбой. МЧС выезжает на ликвидацию гнезд жалоносных насекомых. В строящемся храме Святой Блаженной Валентины Минской в микрорайоне Боровки находится ковчег с частицей святых мощей святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского. С 3 по 12 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина 2 работает любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней барановичей». В густонаселенном микрорайоне Боровки 1 сентября двери распахнула новая средняя школа номер один. Она получила имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца. На торжественной церемонии присутствовали почетные гости, в частности, управляющий делами президента Валерий Иванов, председатель Бресского облсполкома Юрий Шулейко, мэр города Юрий Громаковский, генеральный директор ОАО «Строительный трест номер 25» Вячеслав Дунькович, а также внук легендарного летчика Сергея Грицевца Сергей Архангельский. Школа номер один в густонаселенном микрорайоне Боровки сегодня приняла первых учеников. На линейке царила приятная и доброжелательная атмосфера с улыбками и смехом школьников. Музыкальные номера сопровождали важные события в жизни города, а для всех собравшихся здесь гостей это особенный день. Значимы он и для родителей первоклассников, для которых сегодня тройной праздник. Малыши идут в первый раз, в первый класс и они идут в новую школу. Всего открыто 10 первых классов. В целом в этом году в школе будут учиться 1700 ребят. И почти каждый шестой из них первоклассникам. 11 классов по памятным причинам в этом учебном году не будет. Занятия будут проходить в две смены. С новосельем учителей и ребят поздравил управляющий делами президента, уполномоченный представителя главы государства Побрейской области Валерий Иванов. В подарок он вручил школе сертификат на приобретение мультиборда. Искренне поздравляю вас с настоящим праздником города Барановичи, с Днем Знаний, с открытием этой уникальной школы, здесь, в уникальной части города Барановичи. Школу, получившую имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, возвели примерно за 18 месяцев. На торжественной церемонии присутствовал внук легендарного летчика Сергея Грицевца Сергей Архангельский. Я поздравляю вас с этим праздником. Очень рад, что сегодня вы его встречаете в этой новой, чудесной, современной, светлой школе. И вообще очень здорово, что в Белоруссии строятся новые школы, строятся новые дома. Вот мы стоим, а за вашими спинами работают краны, работают строители. Я сам по профессии строитель, поэтому мне это очень близко. Много детей. А это символ того, что есть работа, есть хорошая, стабильная зарплата, есть уверенность в завтрашнем дне. Это здорово. Жизнь продолжается, страна живет. Слово напуствия ребятам и учителям сказаны. Символический ключ от школы передан. Последний аккорд, первый звонок и перевязание красной ленточки. После торжественной линейки почетных гостей пригласили на обзорную экскурсию по учреждению образования. В строительство и оснащение заведений за республиканского и областного бюджета вложено почти 27 миллионов рублей. Генподрядчиком выступил стройтрест номер 25. Дети довольны, родители тоже, потому что все условия для обучения ребенка созданы. О такой школе можно только мечтать, слышаться со всех сторон. Четырехэтажное здание состоит из трех корпусов, связанных коридорами. Младшие и старшие школьники будут учиться в обособленных корпусах. Пересекаться ребята будут во время каких-то мероприятий, например, в актовом зале. Один из блоков отведен для начальных классов. Для самых младших учеников оборудовали две игровые спальни. У них будет собственный гардероб. Всего в школе 70 учебных кабинетов. В каждом есть проектор с экрана, милетелевизор, компьютер для работы учителя. Есть класс до призывной подготовки, стрелковый тир и лыжная база. В учебных мастерских ученики с 5 по 9 классы смогут получить навыки самообслуживания и даже подготовиться к будущей профессии. Девочки будут заниматься в кабинетах домоводства и обслуживающих видов труда. Юноши будут учиться столярничать и слесарничать. С Днем Знаний педагогов и учеников поздравил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейх. А на линейку к ребятам он пришел не с кустыми руками. Передал школе газонокосилку. Подарок нужный. Участок храма знаний занимает территорию в 3,2 гектара. Сегодня праздник на стране. Дети идут в школу. И в целом для Брещена это 17 тысяч. Но такой красивый, такой уникальный нонсенс. У нас 300 деток из города Баранович. Но в новом микрорайоне идет суперсовременную, суппультра оснащенную школу, которая получит первые свои уроки знаний, уроки страны и уроки любви к родине. Гости смогли оценить, в каких условиях будут обучаться и проводить свободное время ребята. Заглянули в актовый и конференц-залы, библиотеку, где имеются читальные залы, книгохранилища и другие кабинеты и помещения. С ранних лет ученикам будут прививать любовь к спорту. Для этого созданы все условия. В школе создали отличный спортивный комплекс. Ученики смогут заниматься в гимнастическом, тренажерном и хореографическом зале. На улице помимо игрового городка для мальчишек и девчонок обустроили площадку для мини-футбола, бадминтона, волейбола и баскетбола, хоккейную коробку, теннисный корт и легкоатлетическую зону. Для полноценной учебы школьникам необходимо правильно питаться. Для этого тоже созданы все условия. В школе создана безбарьерная среда для обучения детей с особенностями психофизического развития. Имеются пандус, лифт, подъемники, отдельные гардеробы и санузлы. Создана сенсорная комната. Есть медицинский сектор, в который входят педиатрические, прививочные и стоматологические кабинеты. Отличительной особенностью новой школы станет Музей народного единства. Открыть экспозицию планируют уже 17 сентября. Кстати, в учреждении образования несколько входов и выходов. Для обеспечения безопасности внутри и снаружи установлены видеокамеры. Также почетные гости пообщались с учащимися и учителями. Слова благодарности всем причастным к возведению храма знаний адресовала директора средней школы номер один Марина Купцова. Сегодня я еще хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые принимали участие в строительстве нового современного здания. Со светлыми кабинетами, оборудованными по последнему слову техникой. С универсальными спортивными залами, с красивыми мастерскими. Огромное спасибо мы выражаем президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что он помог нам построить это здание. Школа финансировалась из республиканского и областного бюджета. Я хочу выразить огромную благодарность губернатору нашей области Юрию Витольдовичу и руководству города Барановичей. Под их чутким руководством проходили строительные работы. Традиционно вчерашним дошколятам вручили подарок от президента. Книгу «Моя краина. Беларусь». Школьная жизнь началась. В Барановичском городском доме культуры новый руководитель. На должность назначена Ольга Шаревич. До этого момента Ольга Владимировна возглавляла Барановичский краеведческий музей. 2 сентября глава города Юрий Кромаковский представил коллективу городского дома культуры нового директора Ольгу Шаревич. Также мэр поблагодарил Владимира Станевича, который до сегодняшнего дня возглавлял ГДК за многолетний добросовестный труд и вручил грамоту горе сполкома. 10 лет человек возглавлял ваш коллектив. Возглавлял неплохо. Да, безусловно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сегодня, я думаю, что стыдно ему, наверное, ни за одну минуту своего руководства не может быть. Вы видите, что практически 4 миллиона рублей вложено в капитальный ремонт, в модернизацию вашего замечательного учреждения. На сегодняшний день это очень большие деньги, это солидная сумма. И мы получили великолепный объект, великолепный Дом культуры. Уже перед новым директором учреждения культуры Юрий Анатольевич поставил большие задачи – работать на благо родного города, в течение года полностью навести порядок во всех уголках ГДК и привлечь к культурному отдыху больше взрослых и детей. С сегодняшнего дня руководит Домом культуры Шаревич Ольга Владимировна, которая уже более 20 лет работает в культуре, работала она в районе, работала в городе. Последний год она возглавляла учреждением культуры Баранческий краеведческий музей. За время работы Ольга Владимировна зарекомендовала себя как требовательный, креативный, творческий директор. И я искренне надеюсь, что Ольге Владимировне вместе с коллективом ГДК удастся сохранить все лучшие традиции и, конечно же, вдохновить на новые проекты. И я уверена, что все то лучшее, что заложил Владимир Григорьевич, Ольга Владимировна только сохранит и будет стараться приумножить. Ольге Владимировне 36 лет. Она креативная, главное – талантливая руководитель. Всего за один год она достаточно многое сделала вместе с коллективом Краеведческого музея. Открыта новая экспозиция природы родного края, разработаны виртуальные экскурсии, новая сувенирная продукция. Ольга Шаревич пообещала сохранить те лучшие традиции, которые приобрел коллектив. Не останавливаться на достигнутом, делать новые творческие проекты. Закончила я Барановическое музыкальное училище. После этого закончила Институт культуры города Минска. Я работала 15 лет в учреждениях культуры Барановического района, возглавляла Дом культуры. Также была руководителем народного ансамбля, была директором музыкальной школы. Год назад меня назначили на директора Барановического краеведческого музея. После года плодотворной работы сегодня состоялось назначение на должность директора городского Дома культуры. Владимир Станевич с сегодняшнего дня уходит на должность преподавателя и руководителя детского духового оркестра в музыкальную школу номер один. Военную присягу приняли военнослужащие территориальных войск Барановического района. Сформированный из числа сотни военно обязанных запаса отдельный стрелковый батальон на месяц отправится выполнять учебно-боевые задачи, а также примет участие в совместных белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021». 13 военно обязанных приняли военную присягу в составе войск территориальной обороны Барановического района. Торжественный ритуал прошел в агрогородке Жемчужном. По звуке военного оркестра 61-й авиабазы военнослужащие запаса поклялись защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Защита Отечества – обязанность и священный долг каждого гражданина Республики Беларусь. Так было и так будет всегда. На фоне непростой обстановки в мире, разрастания терроризма, многочисленных войн и конфликтов, в Беларуси обеспечивается мир, стабильность, спокойствие и согласие. В этом отношении Беларусь показывает пример, как надо защищать национальные интересы, сохранять главные ценности народа. После выполнения учебно-боевых задач отдельный стрелковый батальон примет участие в совместных белорусско-российских стратегических учениях «ЗАПА-2021». В свое время кто-то служил в Советском Союзе, кто-то служил в других силовых структурах и по различным причинам военную присягу на верность Республики Беларусь не принимали. Ну а после сегодняшней присяги, значит, все, весь личный состав батальона в полном составе будет с принятой военной присягой. И в дальнейшем, с завтрашнего дня у них начнется одиночная подготовка, после этого будет с ними проведено слаживание, чтобы они вспомнили то стрелковое оружие, то вооружение техники, на которой кто-то проходил службу, кто-то ее уид впервые. Поэтому необходимо вот эти свои навыки возобновить, вспомнить, научиться правильно, качественно, безопасно, самое главное, выполнять задачи. И в дальнейшем, в дальнейшем это подразделение будет передано западному оперативному командованию. И в составе уже западного оперативного командования примет участие в совместном стратегическом учении «ЗАПА-2021». Александр Куроп раньше работал в милиции в должности участкового инспектора. Сегодня он лейтенант, заместитель командира стрелковой роты по идеологической работе. 27 августа, наряду с 13 военнообязанными, он принял военную присягу. Есть определенное волнение, но в целом мы рады все, что принимаем участие в совместных учениях «ЗАПА-2021». Готовы нести службу, охранять наше государство. Председатель Совета Барановичской городской организации Белорусского союза офицеров Анатолий Мишичек сказал несколько напустных слов военнослужащим. Если бы не было этих войск, которые сегодня называются местной обороной, войска территориальной обороны, конечно бы задачи местной обороны, охраны объектов, войскам в нынешнем составе количество было бы трудно выполнять. Поэтому я считаю, что то решение, которое принято руководством страны о создании такого вида службы, такого вида войск, в нашей обстановке это абсолютно правильно, адекватно. К памятнику воинам, павшим в боях за свободу и независимость, были возложены венки. На полигоне Вооруженных сил Российской Федерации «Ашулук» завершились оперативно-тактические учения с зенитными ракетными войсками с боевой стрельбой. 1 сентября 120-ю зенитную ракетную бригаду торжественно встретили на родной Барановической земле. На полигоне Вооруженных сил Российской Федерации «Ашулук» завершились оперативно-тактические учения с зенитными ракетными войсками с боевой стрельбой. В них принимала участие и 120-я зенитная ракетная бригада. Кажется, только недавно дивизион прибыл на Астраханскую землю с железнодорожным транспортом, после чего совершил разгрузку и 70-километровый марш в район полигона. Лично состав оперативно обнаруживал цели, брал их на сопровождение и проводил комплекс мероприятий по их уничтожению. Но вот уже их встречают на родной Барановической земле торжественно под звуки оркестра с хлебом с солью. 1 сентября ярославцы вернулись домой, выполнив боевые стрельбы на отлично. Любая техника при температуре 40 градусов, она ведет себя по-разному. Очень хочется отметить, что и техники, и количество состава подготовились на 100%. Марш 70 километров в одну сторону, во вторую, и был преодолен буквально в 3-4 часа, что вообще не возникло никаких проблем. Развернулись, поставили свой лагерь небольшой, там где находились ракеты, сама позиция. Слаженность, дисциплина. Я им благодарен за все, потому что они на самом деле настоящие воины, настоящие орососы. И настоящие жители города Баранович, которые ни в коем случае, ни кафельке, ни в чем не подвели. Коллектив сплоченный, опытный, почти для каждого. Этот ошелук не первые учения проходили в сложных для личного состава погодных условиях. Солнце было беспощадное, температура днем под 40, а ночью не ниже 20. Как говорят сами военнослужащие, находясь вдали от родины, начинаешь еще больше ценить и любить ее. Сложно было все. От температурных режимов до 40 градусов. И непосредственно сама стрельба по мишеням, которые для нас были немножко сложноваты, скажем так, если по-честному. Комплекс работал на пределе своих возможностей, расчеты в том числе. И я скажу, порой даже возникало сомнение, все ли получится. Но на самом деле и расчеты, и техника показали основу, показали себя в полном объеме. Поэтому то, что получилось, все отлично, это просто здорово. Радушно встретили военнослужащих 120-й зенитно-ракетной бригады, учащейся средней школы номер 9 имени Холостякова. Именно в этом учебном заведении обучаются ребята в классах МЧС и военно-патриотического направления. В военной форме и с государственным флагом ученики выстроили, чтобы поздравить и поддержать личный состав бригады. Такие встречи способствуют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Со словами благодарности к военнослужащим обратился председатель Совета ветеранов Белорусского союза офицеров, полковник в отставке Александр Монощук и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобокин. Наши вооруженные силы нас надежно берегут. Мы находимся под надежной защитой вооруженных сил и других воинских формирований Республики Беларусь. Но отличная оценка. Это, конечно же, еще раз оказывается о том, что все в государстве, в военной организации государства делается правильно. Благодарности, грамоты и памятные подарки вручили лучшим военнослужащим. МЧС выезжает на ликвидацию гнезда жалоносных насекомых. Следует понимать, что спасатели могут ликвидировать насекомых по заявлениям граждан и юридических лиц. Но также и граждане могут ликвидировать гнезда самостоятельно при соблюдении необходимых мер безопасности. Усы и шершни готовятся к зимовке и ищут, где теплее. Заселяются в труднодоступные места – подшифер, обшивку, в мешовные стыки многоэтажных домов. В частных домах, как правило, их можно обнаружить в чердачных помещениях. Встреча с шершнями особо опасна, поэтому работники МЧС выполняют работы по ликвидации осиных и шершневых гнезд. Если эти насекомые вам не сильно досаждают, можно от них избавиться самостоятельно изготовленными ловушками. Из обычной пластиковой бутылки обрезается верхушка, переворачивается, вставляется внутрь. Получается как некий вход, а внутрь вставляется баночка с приманкой. Либо это сахарный сироп, либо кусочек свежего мяса. Осы шершни стремятся туда и заполняются вокруг баночки водой мыльной. Осы стремятся шершни туда, попадают, назад вылететь не могут. Если уже у вас такой возможности нет, обращайтесь в службу спасения по телефону 101, либо 112. Подразделения прибудут, выполнят работы по дезинфекции. Берегите себя. С начала 2021 года барановичские спасатели выезжали на ликвидацию осиных и шершневых гнезд 173 раза. В 2020 – 150, в 2019 – 205 раз. Год еще не закончен, сигналы о помощи приходят ежедневно. Как видно, амплитуда цифр значительна, что связано с особенностями погоды. Осы и шершни являются сезонным явлением. Ближе к осени ищут убежище и поселяются на чердаках и других этих помещениях. И немало доставляют хлопот жителям. Люди обращаются для проведения дезинфекции. Это наша работа, мы ее выезжаем, выполняем. Опять же, выезжая на один адрес, приходят другие жители, и мы никому не отказываем от проведения дезинфекции. Желоносные насекомые зимуют в одном месте только один раз. На следующий год улетают и готовят новое гнездо в новом месте, оставляя на память хозяевам прошлогодние гнезда обманки. Граждане активно обращаются за помощью и не перестают благодарить спасателей. До их приезда жизнь была невыносимой. Хотя обратившимся повезло – никого насекомые не укусили. Я, значит, уже полтора месяца мучаюсь этими осами. И пчели этими осами было раньше. А сейчас уже оси не дают рады, чтобы жить нормально. Вот уже поздно вечера, и вчера, и сегодня общался с МЧС, Малой Своротовым, чтобы достигать доцелы, чтобы иничтожить осы. В старом дереве образовались дупла. И шершни облюбовали это дерево. Завелись. А летом внуки приезжают. Страшно. Такая... Вот. Увидели машину в МЧС. Проезжала кто-то, вызывал, наверное, или из соседней деревни, или здесь у нас кто-то. Попросили ребят, чтобы помогли нам. Ребята не отказали. Молодцы. Заделали. Заложили туда какое-то или яд, или что там. Ну и заделали это в дупло. Все, шершни исчезли. Молодцы. Большое всем спасибо. Нет спасения от насекомых ни дома, ни на улице. Спасатели практически ежедневно выезжают на оказание помощи в ликвидации гнезд опасных насекомых. Перед выездом оповещают заявители. Стараются сразу охватить несколько точек. Избирались приготовить гроба, очищать все, порядок наводить. Сын косил траву. Ну и докосил все до погреба. Из погреба на его налетели эти шерстни. Так что ж, надо вызывать МЧС. МЧС приехали. Все сняли этих шерстней. Спасибо им большое, что они нас оберегают. Если же вас ужалили, то при индивидуальной склонности аллергическая реакция на укус возникает через несколько минут, реже через несколько часов и может проявляться в виде местной сыпи, крапивницы, либо зудящей сыпью по всему телу, прогрессирующим отеком в месте укуса, кашлем, осиплостью голоса, удушьем, тошнотой. Самым опасным проявлением аллергии является анафилактический шок. По молниеносности и тяжести развитие он не имеет в себе равных. Некоторые больные успевают только сказать, что им плохо, после чего теряют сознание. При шоковой реакции наряду с вышеперечисленными симптомами у пострадавшего отмечается быстрое падение артериального давления, синюшность или резкое покраснение кожных покровов, реже бледность, холодный пот, отек лица, языка, судороги, потеря сознания. При появлении этих признаков немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Это сохранит не только здоровье, но и жизнь пострадавшим. В строящемся храме Святой Блаженной Валентины Минской в микрорайоне Боровки находится ковчег с частицей святых мощей святителя Луки архиепископа Симферопольского и Крымского. В Барановичах святыня будет доступна для поклонения ежедневно до 12 сентября с 8 утра до 8 вечера. В строящемся храме Святой Блаженной Валентины Минской в микрорайоне Боровки с 26 августа находится ковчег с частицей святых мощей святителя Луки. Архиепископа Симферопольского и Крымского, исповедника 20-го столетия, искусного врача и ревностного проповедника Евангелия Христова. Валентин Феликсович – воина-ясенецкий, выдающийся хирург с мировым именем. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука родился в 1877 году в Керчи в семье провизора. Медицинское образование получил в Киевском университете. Будучи всемирно известным хирургом, доктором медицины, профессором, принял сан священника. Сначала он принял сан диакона, затем постриг монахи с присвоением имени Луки в честь евангелиста Луки, который также занимался врачеванием и художеством. Вскоре он был возведен в сан епископа. После долгих мыторств в 1946 году архиепископ был переведен в Симферополе, в Кафедральный собор Крымской епархии. В последние годы своей жизни, будучи слепым, он продолжал работу через своих помощников. Он диктовал письма и труды, настолько ему хотелось передать будущему поколению свой опыт. А 11 июня 1961 года епископа Луки не стало. Похоронили его на Первом Симферопольском кладбище рядом с Храмом Всех Святых. За свои заслуги, твердую и непоколебимую веру, помощь страждущим и больным, архиепископ Лука Крымский был канонизирован. Говорят, что молитву его могилы, а также вода и земля, взятая там же, помогала верующим людям избавиться от болезней. В марте 1996 года мощи архиепископа были перенесены в собор. В 2002 году греческие священнослужители подарили монастырю серебряную раку для охранения мощей святителя Луки. В Греции, благодаря своим трудам и деятельности, Лука является очень почитаемым. По всей стране насчитывается около 30 храмов его имени. В 2020 году в России была учреждена медаль Луки Крымского в качестве государственной награды для медработников. В Барановичах святыня будет доступна для поклонений ежедневно до 12 сентября с 8 утра до 8 вечера. Напомним, в городе продолжается возведение храма Святой Блаженной Валентины Минской. Оказать помощь, принять участие в строительстве может каждый. Это может быть как финансовое пожертвование, так и стройматериалы. Это будет первый храм в стране, построенный в честь белорусской Святой Блаженной Валентины Минской. Справки по телефону 8033-320-4808. С 3 по 12 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина 2 работает любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». Любят ее за низкие цены, товары хорошего качества и за возможность выгодно купить многое в одном месте. Изюминка это ярмарки, медовый спас и мехомания. Восточные сладости и пряности, рыба холодного и горячего копчения, чай, мед, орехи, сухофрукты, одежда для всей семьи и многое другое. В Барановичах 3 сентября возле кинотеатра «Октябрь» на улице Ленина 2 развернулась любимая белорусами универсальная ярмарка «Модный базар». До 12 сентября под сводами шатров горожане и гости города смогут приобрести необычные лакомства и подарки себе и близким. «Модный базар» любят за низкие цены, товары хорошего качества и за возможность выгодно купить многое в одном месте. Изюминками этой ярмарки будут мехомания и медовый спас. Говорить о пользе меда можно бесконечно. Мед – неотъемлемая часть рациона тех, кто заботится о своем здоровье. Именно это угощение является отличным антидепрессантом. Также употребление натурального меда помогает восстановиться после перенесенных заболеваний нервной системы. Мед диких пчел – вересковый, клеверный, шалфейный, боярышниковый, каштановый и другой. Большой ассортимент меда и продукта и пчеловодства по вкусным ценам не могут не радовать. Привезли его в Барановичи не только участники ярмарки из Беларуси, но и из Краснодарского края. Кажется, как на такой небольшой площадке уместилось столько гастрономических соблазнов. От хороших фермерских мясных продуктов до специй и приправ. В частности, остановите взгляд на домашнем твороге и топленом масле, рыбе и дальневосточных рыбных консервах, соленьях. Не пройдите мимо орехов, сухофруктов, халвы, восточных сладостей и кондитерских изделий. Настоящее разноцветие вкусов. Завсегдатые таких ярмарок хорошо знают, что эта продукция здесь качественная и недорогая. Дешевле не найдете. Не нужно далеко идти за овощами, фруктами и зеленью. Все это можно приобрести также под сводами шатров. Кроме этих угощений, на ярмарке представлен широкий ассортимент сезонной одежды и белья для всей семьи и на любой кошелек. Мужская, женская и детская одежда от проверенных производителей по приятным ценам. Для работы, учебы, на особый случай и для дома вас ждет множество самых разных моделей и цветов, а также широкий размерный ряд. Участники ярмарки предлагают только то, что прошло конкурсный покупательский отбор и действительно пользуются спросом. На выставке широко представлены качественные товары из Индии. Слабый пол обязательно должен порадовать себя покупкой лечебной и декоративной косметики, текстиля, бижутерии, в том числе и с натуральными камнями, сувениров, предметов интерьера. И все с традиционным индийским колоритом. Без сомнения, на ярмарку стоит заглянуть и тем, кто старается следовать тенденциям моды. В рамках ярмарки можно приобрести изделия из натурального меха, различные расцветки, размеров и отделки. Шуба – это любимый предмет гардероба практически каждой женщины. Это статусное приобретение на долгий срок. Никакая другая верхняя одежда не смотрится роскошнее, чем шуба, а тепловые свойства у нее даже выше, чем у дубленок и пуховиков. Шубы из натурального меха очень теплые, легкие, дышащие, обладают функцией сохранения тепла. Меховое изделие не только согреет вас зимой, но и великолепно довершит неповторимый образ. Натуральный мех смотрится роскошно на любой фигуре. От выбора шуб на мехомании пестрит в глазах. Приходите, не прогадайте. Сейчас зимний наряд из натурального меха можно купить по максимально выгодной цене. Мехомания проводит ликвидацию старой коллекции 2020 года. Причем слово «ликвидация» отнюдь не означает, что распродаются остатки, которые никому не приглянулись. Прошедший сезон был малоактивным из-за пандемии. Торговых мероприятий проводилось совсем немного. Именно поэтому сейчас на мехомании представлен довольно большой выбор меховых изделий. Поэтому рекомендуем заглянуть на примерку заветной шубы. Напомним, при оформлении рассрочки либо кредита нужен паспорт или вид на жительство. Кроме того, вы должны работать не менее трех месяцев на последнем месте работы или пенсионер до 65 лет. Мехомания снова в городе Барановичи. Ждем за покупками. У нас сейчас идет ликвидация коллекции. Скидки у нас от 10 и выше процентов. Можно оформить рассрочку, кредит на месте, либо воспользоваться картами рассрочек. Есть изделия у нас из меха овщины, выделка мутона, строган, керль. Также есть у нас изделия, небольшое количество, но они есть, из меха норки. На все распространяется скидка при наличном расчете и при расчете рассрочек, либо карты рассрочек. Ждем вас, будем рады видеть. Ярмарка будет проходить с 3 по 12 сентября в шатрах возле кинотеатра «Октябрь». Время работы с 10 утра до 7 вечера. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...